До 10 августа продлен конкурс на лучший проект по реконструкции центральной набережной Волгограда. До этого времени каждый желающий может ознакомиться с работами, выставленными в Волгоградском доме архитектора, и отдать свой голос за то или иное видение визитной карточки города-героя. В масштабном обсуждении конкурсных работ принимают участие как специалисты, так и представители общественности и простые горожане. Ведь для них, в первую очередь, это и делается. Как в деталях должна выглядеть визитная карточка города-героя, рядовым волгоградцам сказать сложно, но зато они точно знают, каким требованиям она должна отвечать. Хотелось бы, чтобы эта набережная, ну не только мы могли в летний период приходить туда, приходить сами, приводить гостей. Если это зима, значит город должен сделать акцент на уборку снега, чтобы так же можно было спокойненько и в шубке прогуляться по набережной. Ну мне кажется, что вот где-то так. И хотелось бы, чтобы она продлилась как можно туда, вот в те районы. Чтобы побольше было все-таки мест, где можно отдохнуть именно наедине, может быть парки какие-то более такие, озеленение. И, наверное, еще есть одна проблема, которая меня очень волнует. Это того, что у нас недостаток мусорных коробок, мест, куда можно сложить мусор. Все идеи, представленные в выставочном зале Волгоградского дома архитекторов, интересны, выбирай на вкус. В каждой из шести представленных на конкурс работ есть и сильные, и слабые стороны. Кто-то удачно предложил развести на разные уровни транспортные и пешеходные потоки, кто-то сделал ставку на застройку территорий, а один из проектов, по мнению жюри, слишком футуристичен. Именно из-за того, что явного лидера среди проектов нет, решением губернатора Сергея Баженова конкурс продлен до 10 августа. Кстати, сам глава региона из состава конкурсной комиссии вышел. Вместо него в жюри вошли несколько общественных деятелей Волгограда. Во всех есть замечания, во всех есть, наверное, с точки зрения горожан уже видели, недопустимые предложения. Поэтому даже если в случае того, что будет выбран какой-то проект-победитель, он будет дорабатываться с учетом этих замечаний экспертов и общественности. Но учитывать стоит не только необычность решений, фантазийность и нестандартность, но и реальность их воплощения. Ведь реконструкция центральной набережной Волгограда – это весьма затратный проект, затрагивающий в том числе и инженерные коммуникации. Но что точно не вызывает сомнений, так это необходимость обновления визитной карточки города. То, что сегодня власть пытается все-таки решить эту проблему, на мой взгляд, абсолютно правильно, потому что, наверное, никто не возражает, что делать ее надо, делать ее красивой и приводить действительно в божеский вид, в соответствии с замыслом предыдущих авторов и архитекторов. На мой взгляд, это абсолютно правильно. Но хотелось бы все-таки заметить, что так как это все-таки визитная карточка Волгограда, это лицо его, то здесь нужно подходить очень вдумчиво и очень взвешно. Ну, по-моему, тенденции все как раз именно к этому. Сохранить узнаваемость центральной набережной Волгограда, сделать проект финансово адекватным, но самое главное – сохранить историческую память, сделав в то же время современным внешний вид этого уголка города, дорогого сердцу каждого его жителя. Какая идея из представленных на конкурсе станет основой будущего проекта и максимально отвечает поставленным принципам, станет известно 10 августа, когда будут подведены итоги конкурса.